И вот это интервью Такеру – блистательная, лучшая журналистская работа за всю историю журналистики вообще в человечестве. Российских пропагандистов снова постиг тяжелый удар. Скандальный американский журналист Такер Карлсон, который недавно записывал интервью с Владимиром Путиным, откровенно высмеял ту ахинею, которую Путин в этом интервью ему наговорил. Такер Карлсон заявил, что разговоры Путина про денацификацию – самое тупое, что он вообще когда-либо слышал в своей жизни, а также признал, что в Украине нет никакого неонацизма. Буквально несколько дней назад российская государственная пропаганда еще раз хваливала Такера Карлсона и называла его интервью с Путиным лучшей журналистской работой за всю историю человечества. И вот это интервью Такеру – блистательная, лучшая журналистская работа за всю историю журналистики вообще в человечестве. И тут такая подстава. Автор лучшего интервью в истории человечества говорит, что такой тупизны, как от Путина, он в своей жизни не слышал. Интервью с Такером Карлсоном Кремль изначально подавал как свою большую победу, как некий информационный прорыв. И тут автор этого интервью откровенно просто на весь мир высмеивает тот бред, который Путин ему наговорил, и тем самым обесценивает весь эффект от интервью, на который Кремль рассчитывал, и который это интервью могло бы произвести. То есть, по сути, произошло то, что сначала Карлсон дал Путину выговориться, а потом по факту объявил его лжецом. Эти комментарии произвели такой фурор, что вынужден был отреагировать даже Кремль. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Карлсон не понимает Путина, потому что он американец. Но не обязательно быть американцем, чтобы понять, что Путин несет околесицу. То, что в Украине на самом деле нет никакого фашистского режима, очевидно сегодня всем нормальным людям. И даже одноклеточные российские патриоты в глубине души тоже это понимают. Просто все эти сказки про страшный украинский фашизм нужны им для того, чтобы оправдать агрессию против Украины и военные преступления российской армии. И вот мы видим, как попытка в очередной раз экспортировать эту ложь про украинских фашистов на Запад, просто привела к провалу и привела к тому, что Кремль в очередной раз опозорился. Они хотели дискредитировать Украину, а вместо этого дискредитировали самих себя. И выставили в очередной раз на посмешище Путина, над которым уже ржет даже Такер Карлсон.